Я Лариса Гузеева Привет, братишки! Добрый день! Имеете право на такую, я вам хочу сказать. Спасибо. Но у вас уже были две попытки. За 33 года два брака за плечами. Расскажите про первый. Первый. Это очень романтические отношения. Первая любовь. Мы познакомились в школе. В 13 лет? Да. В 13? Это я так, из головы. Да что вы. 13 лет, да. И после этого отучились два года в последних классах в школе. Нас собирали здесь в Москве со всей страны в школе-интернате. И в последующем получилось так, что я поступаю в МГУ, на математический факультет. У нее, к сожалению, проваливаются экзамены. И она уезжает в Ростов. У него голубые глаза, все, как я люблю, высокие. Да? Да. Мужественные. Посмотри, да, мужественный взгляд такой уверенный и глубокий. Я, собрав волю в кулак, рванул в Ростов. Не знал, где она живет, какое там общежитие, где ее искать. По каким-то случайным контактам, спрашивал на улице, по каким-то обрывкам информации. В итоге нашел корпус, где она жила. Нашел якобы ухажер ее там, как выяснилось. Ну, человек пострадал. Ну, стучал ему по голове. Да. Ну, благо бокс, он все-таки дает свои преимущества определенные. И у нас произошла встреча в Ростове. Вот. Ну, все было красиво, романтично. А потом мне пришлось устроиться в приемную комиссию в МГУ, чтобы помочь ей с поступлением. И на следующий год я уже перетащил ее в Москву. Что только не сделаешь для любимой. Так, стойте, вам 33 года, вы из Астрахани. Да. Столько лет назад мы там от института собирали помидоры. Вы не мой сын? Нет. У меня такой нет информации. Еще один сын. Хочется верить, что... А кто родители у вас? А кто родители? А вдруг? Потому что все хорошие мальчики должны быть моими сыновьями. Сань, кто папа-то? Папа у меня заслуженный работник культуры. Кандидат докторских наук по искусствоведению. Мама, преподаватель фортепиано в детской школе искусств в городе Химки. И вообще изначально родители прививали такое вот образование разностороннее. Музыка, театр, театральные постановки. Хотя, конечно... Точно мой. Геной, геной говорят. Точно мой. Ну что, Ира, как тебе по первому впечатлению понравилось быть такой мужчиной на улице? Ну, я не знаю. Ну, в принципе, выглядит он солидно. Но ничего больше сказать не могу. Саш, короче, перетащил в Москву, тоже мой характер. Помог ей. Начали жить. Жили сначала в одном общежитии, в разных комнатах. А чтобы разрешили, надо было пожениться? Да, то есть на четвертом курсе нас переселяли в главное здание, и нам пришлось пожениться, чтобы нас поселили вместе. А прям любил-любил все это время? Любил-любил. А потом что началось? Вот. А потом... Дурачок. Ну, молодость играет. И, во-первых, совместная жизнь очень много открывает каких-то ответов на вопросы. Замкнутое пространство. Общага, замкнутое пространство, плюс работа, плюс учеба. Загадок с каждым днем все меньше и меньше в барышне. Да. Вариантов других все больше и больше. Еще бы такой пацан. Спасибо. Но, тем не менее, получилось как? Начались сначала небольшие скандалы. Ревновало? Я ревновал. То есть сам же гулял, и сам же еще и ревновал. Да, очень страшно ревновал. Вот это по-мужски, кстати, всем на усты. А ему тоже все меня обвиняло, что я ему изменяю, а оказалось, что направо и налево. Конечно. Как себя надо это было. У меня, Роза Деменушка, не так было. У меня все-таки ревность заключалась в том, что я абсолютно был не уверен. Я переживал, что я могу что-то обидеть. То есть вы не гуляли? А-а-а. Я все время был рядом, но вот за нее я вообще никогда не сомневался. А повод давала она? Поводов не давала, а потом начала давать. То есть у нее появились новые знакомства в ее группе, начались общения. Она стала больше времени работать с друзьями. А вы уже захотели ребеночка, наверное? Ну, вы знаете, я такой старой традиции, старой школы семейной. Если уж поженились, неважно какие причины, вместе жить и в общагу приехать. Если поженились, значит, нужна семья. Значит, нужно рожать. Иначе вообще... Хороший мальчик, правильно. Вот. А она сказала, ну, сейчас. Только жизнь началась в Москве. Да, ну, открывались новые возможности, новые общения, новые встречи. И, честно говоря, не то, что она была против. Она боялась. То есть, когда возникло там подозрение, что она беременна, это был такой скандал. И для меня во многом это... То есть, даже еще не дождавшись результатов теста, она уже побежала освобождаться от ребенка. Да. Ну, уже пошла проверяться, смотреть, то есть... Чтобы сделать аборт. Ну, выяснил, что не беременна, хотя это во многом позволило мне сделать некоторые выводы по поводу дальнейшей нашей жизни. Ну, быстро принял решение развестись? Нет. Мы вместе были больше шести лет, и, конечно же... Да что ты! Такие решения быстро не принимаются. И когда случилось то, что случилось, я изменил. Не буду говорить, что поступил хорошо или плохо. Просто так случилось. Пошел рассказался? Да. Дебил просто. Дебил. Ну, как я. Лучше слово не найти. Но, с другой стороны, я понимал, что после того, как я рассказал, прежних отношений уже не будет. Мне кажется, он простой очень. Ну, такой, без всяких замашек, простой такой парень. Несмотря на то, что умный, образованный, да, то есть держит себя достаточно просто. Развелись? Развелись, при том, когда я об этом говорил, очень сильно переживал, и у меня за 15 минут поднялась температура до 40. Ну, мальчик. То есть я практически потерял сознание, ну, в итоге справился с собой. И так было странно выйти после общежития, потому что жили в семейном блоке. Она осталась, я выхожу в Москву, в столицу, перекресток, огромный город, мне некуда пойти, и за спиной ничего нет. И вот, благо, друзья, верный друг, я позвонил. А про меня еще не знал. А про вас еще не знал, знал бы сразу к вам, у останки нашивался бы здесь поблизости. Может, подобрали бы. Конечно. Ну, а вторая? А вторая – это история такой страсти, диких эмоций. Она москвичка? Она москвичка из очень такой достойной семьи. Ну, вы тоже не из улицы. Ну, если… да, безусловно. Я обожаю своих родителей, ценю их, и заботу, и то, что они дали в жизни. И столько дали, конечно. А через год, знаете, столкнулись с два понятия. Я очень хотел на ней жениться, но я не был готов, потому что началась как раз-таки взрослая жизнь. Это когда снимаются квартиры, когда на работе платят еще недостаточно много, и тут, чтобы покатать любимую, взял машину в кредит. В общем… А ее родители как к вам? Ее родители, несмотря на то, что, наверное, они хотели кого-то получше для своей дочки, как хочет любой родитель, они меня приняли очень хорошо. Нет, умные родители видят, что мальчик перспективный, и тут уже не работает, из Рязани он приехал или откуда-то. Умные родители с чуйкой понимают, что такого мальчика, как вы, в семью – хорошо. И если родители состоятельные с головой, помогут, и возьмут в свой бизнес, и будут продвигать хорошего мальчика. А есть разгильдей московский. И что? Ну, москвич, ну… То есть вас родители не разглядели? Меня родители разглядели… Ее? И разглядели ее родители, и пытались помочь… А, то есть палки в колеса не вставляли? Ну, как, они начали вставлять палки в колеса, когда я отказался от всего. То есть мне пытались помочь и деньгами, мне пытались помочь и трудоустройством. А еще вдруг гордость такая? Я должен все сам. Он несет ответственность за свои поступки, а это очень важно для мужчин. Вот у меня очень похожая ситуация. В принципе, с одной стороны, я оценю, что у меня зять отказывается от всего этого, а с другой стороны, я понять не могу, потому что, ну, сколько вы будете это зарабатывать-то? Вот это что? Вот какой совет вы дадите мне, вот как теща? А сколько зятю лет? 26. Тоже перспективно, вот все, как Лариса говорит. Ну, говорит, ну, вот пока не заработаю, ничего не будет. Вы знаете, на этот счет можно сказать, что каждый принимает решение самостоятельно. Нет, мой совет. Вот у вас же такая же ситуация была, вы от всего отказались. Вы правы были или не правы? Сейчас бы я, конечно, посоветовал согласиться с помощью. Потому что приумножить правильнее. Я считаю, что от родителей все-таки помощь можно какую-то принимать. Ну, короче, женился в результате. Женился. Женились, помню, этот день, 30 сентября. И здесь оказалось, что страсть сыграла свою злую шутку. Потому что как только, опять же, оказались под одним пространством, от любви до ненависти один шаг. Ну, потом она вела себя по-жловски. Попрекала и тыкала, что у нее крутые родители, а с вами все не так сладко и мягко. Я могу ее понять, потому что, с одной стороны, было глупо не принимать то, что давали. Потом она привыкла жить определенной жизнью. И я тогда просто по молодости не понимал, что нужно соответствовать. Куда шла? Из-за кого? Ну, может быть, не знала. В 18 лет, сами понимаете, тоже не все еще приходит в голову. И на сколько в этом браке вас хватило? Ну, мы после Нового года уже не жили вместе, а в марте мы развелись. Саша, а есть сестры-братья? Да, у меня младший брат на 4 года, я младший, и сестренка на 9 лет, я младший. Вот, собственно, Евгений – это муж сестры. Ага. Здорово. Женя, что такая дурацкая прическа? Какая-то, ну, как-то прям... Ладно, сама моднявая сейчас. Сань, Сань, ну, ты что-то повлияйте. А то на модное его пошлю. А что, да что тебе не нравится? Нормально. Не, ну, знаешь, что 90-е, что за челочка еще за такая? Да сейчас все так носят. А? А, жене очень нравится. А, жене нравится. Конечно. Это она нарочно, чтобы не смотрели бабы и другие. Нормально все с челочкой? У меня все с челочкой нормально. Для тебя все отличное. 90 лет. 90 лет я прошел уже. Мы сегодня будем к невестам пристрастны. Спасибо. А сами-то какую хотите? Ну, про грудь я поняла. А какой размер-то? Вы знаете, про грудь это удивительная ситуация. Вот сейчас в итоге получается, что я ищу невесту с большой грудью. А на самом деле, когда я общался с редакторами, помимо того, что вот вы перечислили, умница, красавица, стройная, она говорит, что еще? Я говорю, ну, раз можно выбирать, то давайте и грудь большую запишем. Вот, поэтому это не обязательно, чтобы была большая грудь. Ну, видишь, какие заявки. Ну, я думаю, с этим у нас все в порядке, да? Ну, насчет большой, это, конечно, у меня так скромненько. Основная проблема молодых, это я на собственном опте говорю, потому что у самой сейчас молодожены проживают. Будьте внимательнее к ней, особенно в первый период, ладненько. Помягче, поласковее, ну, закройте на что-то, лучше обнимите, чем ругаться и так далее. И тогда она уж точно не будет отсвечивать, правда, она просто любить вас будет. Вот такой вот, а я разгляжу. И я еще знаю, что вам не нужна такая покладистая, вам нужна дерзкая, со своим собственным мнением и видением мира. И это хорошо. А что звезды, Томочка? Александр, Скорпион такой типичный, Меркурий в Скорпионе, Уран, вы человек свободный. Вы спонтанно, активно, откровенно, это нравится людям. Но я вас хочу предупредить, что если не сложится сейчас в 34, то 37 это ваше время. То есть все-таки подождать, да? Почему? Знакомьтесь с первой невестой, а там посмотрим. Удачи. Проходите. Проходите. Привет. Меня зовут Ирина. Очень приятно познакомиться. Отлично. Ирина, 24 года, владелица цветочного магазина, коллекционирует туфли и сумочки, мечтает о большом доме с огромной гардеробной, предупреждает, что она шопоголик. Гордится тем, что смогла открыть свое дело, признается, что не приемлет стандартный рабочий график. Первый возлюбленный Ирины был слишком ревнив, а второй безнадежно женат, надеется, что Александр – мужчина ее мечты. Здравствуйте, Ирина. 24 года, уже владелица и цветочного магазина, и туфли, и вот видели какие-то красивые сумочки. Не злись, что тебе не принесли ни цветов, ни сумочек, ни туфель. Что ты губки-то надула? Ничего, ладно. Пойдешь и купишь, тебе адресок дадут. Ирина, с нетерпением жду историю про ревнивца. Ну, мне было 22 года, ему было 29, познакомились в ресторане, то есть банально, познакомили нас друзья, вот, общались, провожала до дома, я сломала каблук, у меня вся жизнь связана с туфлями. Вот, сломала каблук, проводила до дома, все. На следующий день, получается, просыпаюсь от того, что в дверь звонит курьер с большим букетом цветов и с коробкой от обуви. Она брюнетка, ну... Бюнетка в черном. В черном, это отталкивает. Яркая, но она яркая. Мне стало очень приятно, что человек очень такой заботливый, внимательный, то есть он точный размер обуви, то есть даже стиль и так далее. Узнал, какие мои любимые цветы. А какие любимые цветы? Ну, мне нравятся очень белые розы. Я очень люблю их, и, то есть человек как-то узнал, может быть, в разговоре, я даже не помню, чтобы я ему этого говорила. Вот, все было хорошо, все было, как можно сказать, в сказке. Я жила в Воронеже, он жил в Москве. Вот. Спустя где-то два месяца человек мне предлагает просто уже переезжать к нему, то есть говорит, собирайся. Какой скорый. Да, то есть переезжай, я как-то не готова была к этому, потому что я так не могу в омут с головой. То есть мне очень важно мнение моих родителей. И вообще он предлагал не то, что просто переехать, то есть он уже говорил о браке, то есть о детях. Но в результате поженились? Нет, конечно, потому что человек оказался... Вот я сразу видела, что есть какой-то подвох все-таки в этом. Вот. Человек оказался очень ревнивым. То есть он не доверял таксистам, это было что-то ужасное. Ну, это приятно. Да, но когда уже дело дошло, мне кажется, шизофрени или еще что-то, то есть он везде видел какой-то подвох. Он взломал мою социальную сеть, он начал прослушивать мой телефон, я не знаю, каким образом. То есть все разговоры, которые я веду с подругами, с родителями... Ну, выяснилось, что там ничего нет, или... Там ничего нет, но постоянно вот эта вот слежка, то есть вот этот вот контроль... Ну, это противно, правда, Ирина, это действительно противно. А потом вы собрались на свадьбу, да? Да, мы договаривались, нас пригласила моя подруга на свадьбу, то есть уже все, подготовка шла, уже купила красивое платье дорогое, все. И, получается, человек просто решил резко не ехать за два дня буквально. Разорвал это платье в порыве гнева какого-то, и просто... Я даже не знаю, что произошло. Вы ему сказали, что я все равно пойду. Может быть, вы повод давали? Я не давала повода. Ну, вот вы и сейчас даете повод потенциальному жениху. Вы пришли с другом Дмитрием. Ну, с чего вдруг? А подружек нет? Подружки все, к сожалению, очень заняты были. Кто отдыхать уехал, кто... А что вас с Дмитрием связывает? Ну, с Дмитрием мы знакомы уже 4 года. Мы познакомились давным-давно. Вот, в принципе, дружба. Дмитрий, а у вас есть девушка? Сейчас нету. Ну, вот видите, вот вас напрягал бы такой друг, честно, только честно. Нет, ну, конкретно Дмитрия меня бы не напрягал. Нет, не напрягал. Дмитрий бы никого не напрягал. Я вообще не замуж не напрягал. Хотите замуж? Попробуйте стать стройными. Вам помощь диета Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Просто ешьте и худейте. Диета Елены Малышевой. Набор еды для снижения веса. Заказывайте на сайте dietamalushевой.ru или по телефону 8 800 555 30 44. А вот с женатой, история с женатой. Я совершенно не знала, что он с женатой. Для меня это, конечно, шок. То есть у меня такие отношения закончились. Буквально там через какое-то определенное время познакомилась с молодым человеком. в отделе женского белья. А что он там забыл? Ну, меня тоже это смутило. Подарок маме покупал. Стринги. Красные. И подвязку на ногу. Красную. Я бы заметила, конечно. А что он там забыл? Может, он фетишист, извращенец? Нет, он стоял там. То есть я вообще как бы и пошел за мной. То есть я вышла оттуда. Начала знакомиться. Я говорю, то есть так и так мужчина. Говорю, вы, наверное, не просто так пошли в отдел женского белья, правильно? Значит, у вас там либо девушка, либо жена там. В крайнем случае подруга. Он говорит, нет, просто я увидела вас в магазине и решил пойти за вами. Я говорю, окей, хорошо. Все, вроде бы, как бы тоже начали развиваться отношения. В принципе, я не подпускала так близко, как, потому что, судя по прошлому опыту, как бы, я уже не хотела так близко сближаться с человеком. Вроде все было хорошо. Встречались, общались, ухаживание, все нормально. И однажды вечером он мне говорит, пришли свои фотографии. Я говорю, хорошо, присылаем фотографии. Говорит, и мне пришли. Он мне присылает фотографию, то есть, ну, там, телевизор, да, и я присматриваюсь, а там рамка с фотографиями, то есть девушки. Просматривались с лупы, я так понимаю, естественно. Ну, вот прям увеличила, я все, ну, конечно. Увидела фотографию с девушкой. Я его спрашиваю, что это? Он говорит, это моя сестра. Как выяснилось, что ты никакая не сестра? Я начала узнавать за человека, все-таки подключила своих родителей, потому что... Пробили парня. Да. Правильно сделала. Да, молодец. Вот, оказалось, что он женат, у него дочка три годика. Когда вы ему об этом сказали? Он мне признался сразу, он мне говорит, что да... На грани развода, да? На грани развода, она из деревни, мне жалко ее. То есть, я говорю, это ненормально. Ты живешь с девушкой, ты ложишься с ней в одну постель, водишь меня за нос и... То есть не стали, да, продолжать отношения? Молодец. А вот на нашем сайте двоеточка.тв все женихи проверены. Точно? Точно. Как их интересно проверяют. Вы шапоголик. И более того, вы даже готовы, если выбор стоит между тем, что поесть или купить туфли, туфли будут первостепенно. Молодец. Да. Я живу... Знаете, я Ирину знаю, то есть четыре года, могу на этот счет сказать, что это не совсем так. То есть у нее нет такой какой-то прям... Нет, это я не тушу, это я вот как в анкете прочитала, так и... Да, то есть нет такой сумасшедшей какой-то мани. Ну да, не сумасшедшей, но просто вот если выбирать между тем... А сколько у вас туфеля? Ну, больше пятидесяти пар. Пока? Больше пятидесяти пар. Ой, это гардеробная, правда, нужная. У нее глаза красивые, между прочим. Смотри, если настоящий цвет глаз, вот такие красивые зеленые. Ведьма. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна или традиция. Что выбираете? Давайте для скафу. Чего, 24-летние девчонки? Ты не знаешь, что... Ну, вот правда не могу сказать. Что это такое? Это не у меня заговором, что ли? Что это за прятка? Просто когда-то один раз у нас было мероприятие, ко мне пришли подруги, чтобы я сделала им прически, ну и так далее. Просто я в прошлом парикмахер. Вот. И пришла девочка, с которой у нас очень плохие отношения были. Я не знаю, зачем она пришла. И попросила подстричь ей челку. В общем, я ей отстригла там по самой... Хорошая. Подкорни. Ну, я сказала, конечно, что это случайно было, но... Что-то модное, надо было сказать. Так так модно. Просто я не знаю, зачем она пришла ко мне. Не, а вы отомстили, да? Она думала, что вы хорошая. Ну, я думаю, что она так не думала, раз она... Ну, какие-то... А как сами думаете, зачем она к вам пришла? Я не знаю, зачем. Может, безвыходная ситуация была, может быть, еще что-то. Может, думала, что я... То есть вы, по сути, можете, да? Плохое такое. Я очень, конечно, такой человек быстро отходчивый, но не знаю, что в этот момент у меня. В конце концов, волосы, не ноги, правда? Вы же не ножки подпилили сантиметров на 15. А сюрприз приготовили? Да, я бы хотела на танец тебя пригласить. Можно? Ты бы так сделала? Я бы так никогда не сделала. Для девушки внешность все-таки имеет большое значение. Ты представляешь, что такое сотворить? О, и прямо руки туда положила. Да, надо. Ну, куда еще дебать ты? Только надела... Я забыла, конечно, так пусовать. Ну, я ничего другого не придумала. Отлично. Вот это можно пообщаться? Шанна, как ты оделась, да? Как ты жена-то делал два раза, правильно? Да. Было. Ну, по-моему, все. 12-23. Смотри-ка, он, видишь, разговаривает. Да, там на ушко что-то подшапствует. Я думаю, можно и на ты. Потому что совсем не получилось. Я думаю, хватит, ребят. Хватит. Мы увлеклись. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Ириночка. Проходите со своим другом в комнату. Хороший у вас друг, верим. Спасибо. Ну что, Дмитрий, Евгений, как-то вы погрустнели? Мы нет. Понравилась вам, Ирина? Для начала, Лариса. Я спрашиваю сначала ваших товарищей. Ирина симпатичная девушка, но учитывая, что Александр ищет себе настоящую жену, ей, наверное, придется расстаться с ее цветочным бизнесом. Но это так, просто какое-то развлечение. Так по-моему, нет там никакого бизнеса. Ну что, какой бизнес? А вы что скажете? Я считаю, что она, возможно, пока не готова к серьезной жизни. Александр, что вы хотели сказать прежде? Я хотел отметить, что, во-первых, двух первых жен звали Ирины. И это какое-то кармическое стечение обстоятельств. Я как бы с опаской все время смотрю на имя Ирины. Ну, фекла будет. Ну, зачем? И что, сразу стена? Нет, никакой стены нет. Очень красивая девушка. А на ощупь как? На ощупь приятная. Вкусно пахнет. А как танцует? Танцует чуть хуже, чем пахнет. Чуть хуже, чем пахнет. Господи, зачем он так сказал? Это не очень красиво было с его стороны. Меня смущает определенная, может быть, откровенность с разрезами, с друзьями. Но она понимает, что это как выстрел контрольный. У нее первая и последняя возможность произвести на вас впечатление. Другого не будет. Вы должны сразу все разглядеть. Я разглядел. Я же говорю, все прекрасно. А звезды, Томочка? Телец. Это что, плохо? Противоположные знаки. Конечно, здесь еще плюс ко всему у вас по Венере. У вас Венера в Козероге, у нее в Раке. Но что касается других показателей, есть притяжение и отталкивание одновременно. Вы, наверное, вибрацию это чувствуете. Должна сказать также, что при всем при этом у вас есть показатель очень важный. Венера находится на пике возвышения. Вы человек, который жаждет верности. И успех в жизни к вам приходит через женщин и через любовь. Поэтому и партнершу вам очень важно выбрать. Такую, которая приведет и вас, и себя к успеху. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Дарья. Я приехала из холодной Сибири. И хотела бы пожелать вам, чтобы вас всегда согревало тепло любимого человека. И мой скромный подарок, теплый, сделанный своими руками. Спасибо огромное. Я надеюсь, вам подойдет по размеру. Обязательно. Есть лицо, которое вы можете найти? Дарья, 29 лет. Юрист-фрилансер. Получает второе высшее образование. Занимается фотографией и танцами. Ходит в спортзал и любит готовить. Мечтает жить в собственном доме. Считает, что в отношениях у обоих партнеров должно быть личное пространство для встреч с друзьями. Дарья выходила замуж за 26-летнего лейтенанта, но в итоге стала женой 24-летнего сержанта. Надеется, что Александр ее не обманет. Ой, ну вот прямо Дарья. И платьице какое красивое, посмотри. И волосы длинные, и взор в пол. Спасибо. Подарочки. Очаровательная. Разглядела подарочки. Вот я носочки увидела. Какой правильный подарок. Прекрасный. На самом деле, это скромные подарки для вас, девушки, потому что это кедровые шишки, символ сибирского здоровья и красоты. А ты знала, что будут шишки. Спасибо большое. С подарочками. Да, с подарочками. С подарком мы прогадали. А носочки кто вязал? Носочки я вязала. Что вы говорите? На скольких спицах? Мне на самом деле помогала мама, потому что я только шарфики умею вязать. А зачем начинаете сразу? Носки вяжутся на четырех спицах, и пятая? Я знаю, да. Вот уж тут, когда пяточка вяжется, на нее перекидывают все это. Мама мне, конечно, помогла. Тут я еще не совсем такой профессионал, но я учусь. Девушка милая, красивая, нарядилась. А как это вы выходили замуж за лейтенанта, а стали женой сержанта? Это же два разных человека. Изначально мне парень представился именно то, что он лейтенант в данный момент. С возрастом тоже немножечко мне информацию предоставил неверную. Меньше, больше? Прибавил, убавил? Прибавил, конечно, прибавил, да. Пару годков. Влюбился. Влюбился и хотел прямо козырнуть, что он уже и лейтенант, и старший. Да, и то, что там перспективы у него такие грандиозные, вообще по служебной лестнице. Был очень галантный, обходительный. Ну, в конце концов, вы же влюбились не в звание, правильно, а в человека. Нет, нет, я влюбилась, во-первых, в его такое отношение к себе. Ну, сейчас такое редко встречается. Был очень галантный, обходительный. Там дверцу приоткрыть, пальто подать. Ухаживал очень красиво, цветы, клубника. Ну, то есть всегда какие-то мне сюрпризы устраивали. И через сколько сделал предложение? Где-то, наверное, полтора месяца прошло. Она не знала про возраст. А не полтора месяца, Саша, были знакомы. Ну и что, можно было узнать возраст, почему? Она знала, как его зовут. А когда узнали, сколько ему годков на самом деле, и какое звание? Про возраст я узнала, когда мы в ЗАГС приехали подавать заявление. Не задали ему вопрос, почему ты сказал, что тебе 18, тебе 15? Я вообще была безумно возмущена, потому что я себя неловко чувствовала перед сотрудниками ЗАГСа, естественно, которые мне говорят, что ему лет на самом деле вот столько. А сколько ему было? Ему оказалось 23. А вам говорил? А мне говорил, что ему там 25 уже, там вот 26. А вам сколько было? Так, мне было 27, получается. А-а-а. Ну и, соответственно, я с ними спорю, да вы ошибку какую-то там допустили, такого быть не может. А он так глазки опустил, скромненько сидит, молчит. Ну, естественно, я сначала очень... Не насторожило вас это? Меня очень это насторожило. Или рассмешило? Нет-нет-нет, меня это расстроило. И вплоть до того, что, ну, на предложение он мне там кольцо дарил и так далее, я вышла из ЗАГСа, выбросила это кольцо. Ну, как бы, то есть там... Дорогое? Ну, я не думаю, что... Нашли потом кольцо? Нет, это мы просто в машине там ругались, как бы я бросила ему это кольцо, говорю, я не хочу за Лгуна, вообще сразу с Алла Женчиной эти отношения. Вот. Но он так прям извинялся и просто... А когда узнали, что он сержант? Это тоже было перед свадьбой еще, то есть, ну, так как я его простила за эту ложь, так сказать, был назначен день свадьбы, и вот до свадьбы буквально я там прибиралась в каких-то его вещах там и нашла военный билет. Соответственно, должность там была прописана именно сержант. Но вас же это не остановило, потому что уже гостей позвали, или почему? Если честно, то да. Ну, глаза у нее, это бомба, конечно. Глаза красивые. Нет, у тебя красивее, у тебя красивее. У тебя родные, потому что... А это холодные сибирские глаза. Дошенька, а почему вас, ну, раздражало, что он не смог оплатить половину свадьбы? Потому что я считаю, что мужчина, когда делает предложение, то есть, берет на себя такую ответственность, то есть, хочет семью, как он говорил мне, он очень хочет детей. Ну, он же кредит, кредит. Так, не поняла. То есть, свадьба была сыграна за ваш счет? Нет, нет. А вот подруга кивает головой, типа, да, да. А за ваш счет, имеете в виду, родители вам помогли или вы на свадьбу? Я от родителей принципиально не брала деньги. То есть, вы сами? Да, хотя папа, мой любимый, он очень сильно за это переживал, он хотел, естественно, помочь. То есть, они там пытались всякими косвенными способами. То есть, одну половину вы сделали, а вторую половину он взял в кредит. Ну, да. И выплачивал долги, как положено. Да, ну, не кредит такой, который... Это вас раздражало, что он кредит выплачивает? Потому что у нас была с ним такая договоренность, что не будет... Если, говорю, у тебя нет денег, ты мне скажи просто честно, объясни ситуацию. И, может быть, мы там поскромнее тогда что-то сделаем. Русь, скажи, пожалуйста, а ты свадьбу ведь тоже за свои деньги сыграла? Да, я все за свой счет, да. А я это честно всегда говорила. А от вашего жениха же тоже мужа теперешнего Ксении не было. А мне уже было достаточно, и моей дочке достаточно, что он сам по себе. Она его безумно любит. А мне для единственной дочери не жалко все. В принципе, значит, молодые, как сказали, говорят, я сыграю вам свадьбу. Если вы не против, они говорят, мама, нет, мы не против. Пожалуйста, это все были мои подарки. И дети, это приятно. А как он тебя зовет? Мама или Розраифовна? Он, этот, Розраифовна, но периодически, когда возникают какие-то ситуации, он говорит, мама, ну хватит уже. А потом, ой, так-то. Потому что ты же хотела, чтобы тебя называли мамой. Я его, я аккуратно, я его не дергаю, ничего, потом это. В общем, когда вышли уже замуж, что там стало? Продолжал врать, не работать, денег не зарабатывал. Нет, он работать работал, но почему-то деньги он не зарабатывал. Но он, видимо, отдавал долги вот эти вот, которые были на свадьбу потрачены. Ну, можно было подождать, наверное? Может быть, можно было. Ну, я говорю, еще появились вот эти вот моменты с бесконечной ложью. А как разводились? Спокойно? На самом деле, я приехала с работы, нет вещей дома. И он мне звонит и говорит, что его отправляют в командировку срочно по службе. Ну, и, соответственно, на неопределенный срок и так далее. Вот, то есть он просто, я считаю, сбежал. Мне кажется, он ей прям подходит, слушай. Но, на мой взгляд, он смотрит на нее немножечко не так. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736. Любое время. Пока реклама. У вас осталось два бонуса. Семейная традиция и свидание наедине. С такой красивой девушкой свидание наедине. Ну, конечно, платье какое роскошное. Проходите. Оль, столько татуировок на теле, я смотрю, у вашей подруги. Ну, есть у нее небольшая такая... Не небольшая, а огромная на спине. Это только то, что я разглядела. А много еще там скрытых? Нет, на самом деле только вот это. И у нее еще на запястье есть. У меня с Сибирью очень много связано. У меня бабушка из Сибири. И вообще очень часто... Ну, она сейчас живет с нами 95 лет. Ага. Сибирь, Сибирь, здоровье. Ну, собственно, кто привел меня шахматы. А ты сейчас, получается, там живешь или в Москве? Я живу в Новосибирске. Я, то есть, там работаю. Ну, поэтому... А хочется вообще из Новосибирска уехать? У меня были мысли уехать, но у меня не было конкретного какого-то пункта назначения. То есть, сюда-то определенно нет. Не было такого у меня. Ну, то есть, вообще не смущает, что если вдруг придется уезжать в другой город, потерять друзей, работу, общаться-то расстояние? Я считаю, что если этот город находится в России, то все равно все останутся в зоне доступности. Меня смущает то, что она, кажется, не совсем уверена в своей внешности, да? То есть, я говорю о пластике, ну, определенно. А вы... А вы разглядели пластику? Ну, не пластику, может, я просто неправильный термин. А губы свои, да? Ну, слушай, девчонки, ну давайте не будем. Нет, абсолютно точно. Вот я спец уже в этих губах, я вообще спец во всем. А вот глаз, как алмаз. А может быть, даже и свои? Нет, я первый раз слышу. А у меня, думаешь, свои? Нет, я знаю, что у тебя... Она просто очень боится всех вот манипуляций медицинских. Что? Она очень боится медицинских различных процедур, и поэтому она бы никогда не пошла на такие губы. Конечно, сложно общаться наедине, когда вокруг съемка и все какой-то сценарий. Ну да, где-нибудь, наверное, в кафе, может быть, было попроще. Ну, я надеюсь, будет такая возможность у нас продолжить общение. Ну, может быть, да. Очень хороший жених, конечно, видно, что мужчина надежный. Поэтому я надеюсь... Кстати, использовали слово, которое я в первую очередь именно этим словом характеризовал бы, Александра. То есть вот если одним словом, то одним словом вот именно надежность. Все для Ольги. Доход от 200 тысяч, рост от 185, спортивно-безвредных привычек, твердо стоящий на ногах, имеющий свой бизнес или руководящий должность крупной компании. Дарья, может быть, сразу покажете сюрприз? Да, тогда проходите. Только можно Александр помочь мне попросить? Что она там с ним делала? Он вышел угрюмый, поникший, грустный. Александр, я очень люблю еще готовить десерт, печь, тортики. Сама люблю сладкое, грешно. И сегодня я сделала такой тортик. И давай представим такую ситуацию, что вот к нам, допустим, в гости должны прийти твои родители, они уже буквально стоят за дверями, а я не успеваю и попросила тебя помочь его немножко украсть. Ну что, попыталась она его задобрить, как-то показать, что она хозяйственная, что может что-то приготовить? Ну да, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, она считает. Вижу, что ему, то есть, приятно. Ой, ты прям такой довольный. Вообще, ты ягоды любишь? Я люблю готовить, я люблю выращивать ягоды и все, что можно вырастить. У меня в свое время был свой огород, я думаю, еще одну. А малину можно так поклевать потом. Когда родители уйдут, это остальное, но это... Малину нам на десерт. И если у тебя есть желание, то мы можем попробовать его. Ты можешь попробовать. Ты будешь? Ну, если ты мне угостишь, то да. Тебе нравится тот? Этот нет. Когда она успела приготовить? В самолете? Нет, почему бы на всю ночь. Ну, это так же, как связать носки. Спасибо, дорогая. Забирайте свою подругу и проходите в комнату. Спасибо. Вам понравилось? С такими подарками? Очень милая девушка. И то, что сибирский характер, у меня с Сибирью очень многое связано. С нами сейчас живет бабушка, 95 лет, она сибирячка. Именно она привила мне и шахматы, и вообще, и карты, и игры в том числе, и покер. Только сибирячки 60 лет назад и сегодня, это две большие разницы. Ну, вот она из той старой гвардии, ей 95. А я сейчас про Дарью говорю, да. Вот ваша-то бабушка из старой гвардии, а Дарья? Вы облизните ваш шоколад на бумах. Очень вкусный торт. А ничего, что вот ваш друг говорит, уже начинается тюнинг, пошел уже? Тюнинг пошел, да. Послушайте, а подруга говорит, что это ее настоящее, натуральное все? Может быть, натуральное, может быть, тюнинг. На самом деле, не важно, мы все стараемся... Видите, когда нравится уже, правда, не важно. На самом деле, мне уже почему-то все время с этими губами говорят, они просто не видели моего папу. У меня папа губошлеп. Роза, как тебе, невеста? Хорошо. Тамара, а что звезды? Ну, хорошо, пока вы идите, я расскажу. Конечно, Даша тоже телец, но нужно сказать, здесь в данном случае у вас есть некоторое противостояние, вы будете спорить и вы будете подавлять ее. Но здесь есть потрясающий аспект. Это физическая совместимость. Вы, видимо, это почувствовали сильно, потому что это дано в ощущениях, это дано в предчувствии и это дано в душевном состоянии. У вас будут очень хорошие физические взаимоотношения. Причувствие любви сильнее, чем любовь. Как тебе с ним рядом? Ты все трясешься? Я, естественно, разволновалась, у меня в горле пересохло. Как вы тут просидели? Мне понравилось. Он, на самом деле, вживую лучше, чем с экрана, конечно. Проходите, знакомьтесь с третьей невестой. Здравствуй, Александр. Привет. Меня зовут Алина. У нас много общего. У нас имя начинается с одной буквы. К тому же, Александр – одно из самых любимых мужских имен. Очень приятно познакомиться. Ты сногсшибательный. Спасибо большое. Алина. 22 года. Работает переводчиком и частным преподавателем английского языка для детей. Обожает йогу и артхаусное кино. Мечтает сама заработать на автомобиле. И открыть свою школу иностранного языка. Предупреждает, что тратит много денег на свою внешность. Пока Алина пыталась отбить интерес к алкоголю у своего избранника, поняла, что и сама стала жертвой зеленого змеи. Надеется, что Александр – за здоровые отношения. Здравствуйте. Ну, вообще, конечно, признаться в том, что были проблемы с алкоголем – это большое-большое мужество. Да. Это вам, маленькие презенты от нас. Спасибо большое. Какая прелесть, моя хорошая. Спасибо, дорогая. Спасибо. Спасибо. Эта девушка так поспромнее выглядит, но я не знаю. Но зато она понатуральнее смотрится, поестественнее как-то, да? Но зато ты слышала, она говорит, что она очень много средств вкладывает в свою внешность. Ну да. Вы не были официально, да, замужем? Нет. Бог отвел. А он прямо вот выпивал-выпивал, да? Он, вы знаете, наверное, больше издержки профессии, потому что, когда содержишь заведение ночное, пусть даже маленькое, это все равно какое-никакое при общении к алкоголю. И, естественно, меня это тоже затронуло, так как 20 лет, молодая, неопытная, подсказать некому. Вы стали выпивать с ним, чтобы ему меньше досталось, или потому что понравилось? Потому что, вы знаете, ну вот как-то, а вот этот коктейль какой вкусный, а вот этот, а я такая молодая и так влюблена, и так все, это радужно и ужасно, конечно. А когда поняли, что это может стать для вас проблемой? Когда мама включилась в этот процесс, когда я приходила домой ночью, а у меня на утро институт, у меня два образования, мне там и там успевать, я всегда что-то делала. А от вас запах? Ну да, но не так, чтобы я прям приходила никакая, естественно, просто... Слушайте, ну в этом возрасте сначала достаточно просто запаха, но часто. Да, а мама у меня интеллигенция, у нас очень строгая семья, я расслаблюсь. Скажите, и вот когда эти звоночки уже были, и мама заметила, чья воля наступила? Мамина или все-таки ваша, когда вы поняли, что не по пути? Моя, потому что, вы знаете, так сложились обстоятельства, что я начала ловить его на лжи, потому что сейчас я более-менее как-то, ну, созрела, понимаю, как и что человек делает, и где он врет, а где он говорит правду. А тогда я просто вообще вот не понимала, он... Ну, просто обмани меня, обмани меня, и все. Ну а что, в чем обман? Прятал деньги от вас или задел на стороне любовных? Нет, нет, девушки, девушки. А, понятно. Общение. Если сравнивать с той девочкой, то мне кажется, та девочка ему больше подходит. Вы говорите, что никогда не расстанетесь со своей собачкой, даже родиной. Это мой ребенок, Роза, это мой ребенок. Я завела собаку, потому что было очень сложно, и она мне помогла вообще как-то... Собака какая? Маленькая у меня, у меня маленькая собачка, очень хорошая. Муж богатый-богатый будет, а хорошая история. А я друзей на деньги не меняю, понимаете? Значит, мужа мы это, в сторону, а вот друзей мы не. Ну, вы очень категорично, это все можно решить. Нет, как решить? Он говорит, ну, аллергия у него, допустим, на собак. Ну, у нас есть аллергия на собак. У меня только на кошек. А вот, ну, видите, все сложилось. Нет, 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 вы себя слышите, дочка моя, Альмин? Да, слышу. Что вы мужчину любимого променяете на собаку? Я не променяю, я это постараюсь считать. Нет, но они настолько категоричны. Ну, я же не говорю, что или мужчина, или собака. Ну, что? Ну, 22 года, у моей дочки крыса белая. Я говорю, кого ты больше любишь, меня или крысу? Она думает минут пять, чем прежде, чем сказать, понимаешь? Поэтому, ну, такая привязанность к животному. Альминушка, а жених-то должен все-таки, ну, как-то состоятельным, наверное? Богатый нужен, Роза. Богатый? А богатый-то сколько в доходах? Ну, я имею в виду, должен все-таки как-то, чтобы, ну, чтобы не считать деньги, не экономить на каких-то... А, вы говорите, что нужен богатый? Богатый, первая девушка, которая так в открытую говорит. Ну, а что, молодец. Я говорю, потому что Роза... Молодец. Скажите, Алина, а родители у вас состоятельные? У меня интеллигентные родители, и я могу сказать, что моя средняя. Значит, бедная. Из средней семьи нет, ну, как, всего хватает, вырастили, никогда... И средняя-то Роза, денег не считает. Вот она считается средней. А, ну, давайте тогда по цифрам. Давайте, да, я так люблю по цифрам. Да в ход какой месяц? Москва такой город, который любит деньги. Давайте говорить прямо, от ста тысяч, от ста тысяч. А вы живете сейчас где? Я живу сейчас на съемной квартире. В Москве? Да, работаю. Родители помогают? Ну, да. По-моему, очень неестественно себя ведет, вот такое впечатление складывается. Не знаю, какая она в жизни, не видела ее. Ты, в принципе, такая хохотушка, знаешь. Вам нравится, Александр? Александр, да, мы сейчас обсуждали, это мой типаж. Это мой типаж, и все-таки разница 10 лет. Мой папа сказал, что разница должна быть большая с мужем, потому что... Скажите, кто в семье главный? Я за патриархат. Правда, или потому что услышали, что Саша... Нет, ну, это правда, потому что мужчина должен быть сильнее. А в вашей семье патриархат? Мои родители в разводе, но было, да. Что умеете делать? Чему мама научила? Мама научила, дала два образования высших. Ну, хорошо, а в семье? Вы же понимаете, проза... Готовлю, убираю, стираю, ребята подтвердят. Правда готовите? Все умею, правда умею. Ваше любимое блюдо? Мое любимое блюдо – пельмени. Умею. Мой мальчик, а вы умеете готовить? Сколько сортов мяса? Ну, я не знаю, ну, три тонны, ну, два. А тесто делаете, что входит? Мука, яйца, вода. Мука, яйца, вода. Правильно. Все правильно? Да, все хорошо. У вас остался один бонус семейной традиции. Хотите узнать? С удовольствием. Есть такая? Есть такая. Вы знаете, у меня... Я сама украинка, и моя бабушка, они жили на Украине, ну, восточной Украине, и ее мама была целительницей. Они жили в маленьком поселке, и моя прабабушка целила, то есть очень так эффективно вылечивала людей. Мне, к сожалению, ничего не передалось. Я, может быть, даже жду, чтобы, ну, как-то в будущем мне это пригодилось, но, к сожалению, вот такое... А детишек, Калиночка, когда вы хотите? Хочу прямо сейчас. Вот моя рыбочка. А чем приз приготовили? Покажите. Вдруг она его приворожит-то, посмотри. Вот сейчас посмотрю. Я уже говорил, то есть я не верю в приметы гороскопные. Ничего, она там никакой булавкой ему не привяжет. И я считаю, что это невозможно без хотения человека. Да. Ну, просто раз, два, три. Раз, два, три. Так, так, так. Давай, ну, поближе. Надо было очень... Да. Раму-то. Да. Ну, можно покорожить куда-нибудь. Ой, Лен, как друзья обсуждают. Солнечная. Ну, у меня прям сразу глаза. Все проще. А? Близи, сам все проще. Спасибо. Алиночка, вы чудо совершенное. Проходите в свою комнату. Спасибо вам большое. Я буду сейчас о вас говорить всякие прекрасные слова. Спасибо. Я решила не говорить сразу. Просто совершеннейшая прелестница. Хорошая девочка. Вот прямо на лице написано. Хорошая девочка. Ну, и на самом деле, первый энергайзер. Вот за всю встречу, да, и по друзьям видно. То есть, вот на самом деле, открытая. Абсолютно непосредственная. Да, открытая. Ну, мне понравилось. Образование. Вот молодость, это и плюс, и минус. Но, мне кажется, минус-меньш. Да, молодость и рознь, она с первой Ириной у них два года разница, но они... Я соглашусь, что... Если Ирина такая ночка тяжеловесная, ну, такая вот уже у них такое прошлое бурное, уже замужем, обе побывали, то Алина такая... Мы решили, что когда вы танцевали, это было как свадебный танец. Да, это было очень красиво. Я, правда, наслаждался. А вы что скажете, Алекандра? Ну, вы знаете, если раньше хотелось что-то подобрать, что вот меня связывает из Сибири, что ты... Сейчас меня просто все связывает. То есть, это такой эффект вспышка. Перед глазами я ничего не вижу. Я не вижу студии, я вижу вот Алину, все. Клевая. Вот одним словом. Обалденная. А еще ничего не жадная. Прелесть-прелесть и настроение хорошее. Да. Не с двадцать, да. Ну, сейчас, а что звезды? Даже боюсь спросить. Ну, я сама скажу. В дробь, в романе, тогда ду-ду-ду-ду-ду-ду, все в напряжении. Близнец, Алина Близнец, по вашим картам вы всегда будете здесь загадкой друг для друга. Ну, это хорошо. Физическая совместимость очень хорошая. Безусловно, будут и споры. По вкусам будут споры у вас. Муж у нее всегда будет сильней. Она человек, который привязан очень к своим корням, действительно, но и как бы основывается весь ее дух на корнях. Но она вырастет из своей среды. И в этом ей будут всегда помогать. Да, конечно, она играет. Вы знаете, ведь близнецы, они всю свою жизнь играют. Они дети до мозга костей, и они всю свою жизнь инфантильные, ювенильные, они какие угодно. И поэтому будьте готовы к тому, что всю жизнь человек будет вот с такими глазами смотреть на вас. Или кидаться на вас, понимаете? Ну, плюс образование, поставленные дикции. Наоборот, понимаете. И поэтому вот это вот всегда тянет скорпиона, у которого часто химеры. А я люблю рыбочек. Понимаете, да? К личным близнецам. У нее взгляд уже живой. Он прям не понимает, что происходит. Это взгляд счастливого человека. Парни, ну я не знаю, нужно ли вам давать время, чтобы вы посовещались. Никакого. Все решено. Поэтому. А здесь прямо все так, ладно? Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Я предлагаю всем выйти и поддержать Александра. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Очень приятно. Ну ладно, вам целоваться рано еще. У нас есть пара Алина и Александр. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся, очень рада за вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты очень спокойная, у тебя очень добрый взгляд. Ты вообще в люди хорошо разбираешься, нет? Я надеюсь. Это неплохо? Я надеюсь. Да просто я неплохо. В людях как-то, ну, сразу понятно, как-то, ну, что. Ну, по крайней мере, с тобой мне было все сразу понятно. Да. Да, когда вышел такой лучик солнышка, который вышел вновь, и все. А друзья, твои на меня срался, Тима. А я на твоих друзей. Мои друзья тоже классные, скажи классные. Вкусно. Вкусно, конечно. Без твоего вообще все вкусно. Все вкусно. Такое ощущение, что наступила весна. Весна, да. Можно даже сказать, что я весна. Ты весна. Я весна.